Зачем мы приехали в магазин Орион? Вопрос вполне очевиден. На улице лето, все в садах. Конечно бы вам хотелось, чтобы и ваш ребенок в саду работал. Но это же киндер. Ему-то нужно общаться с верстниками. И вот вопрос в общении. Так вот о чем мы говорим? Мы говорим о... об игрушках. Потому что когда у вас появляется ваш ребенок, вы начинаете думать и о них в том числе. Конечно, хотелось бы вам купить хорошие игрушки. И вы это можете сделать. Для этого у нас есть много-много торговых центров. Вы придете туда. Вы придете туда, и как я, у вас будут вот такие глаза. Потому что там цены такие веселые. Другой вариант, куда мы вам предлагаем зайти, это в магазин Орион. Прийти посмотреть, потому что сейчас такое случается, что то же самое, только в цене. В два, а то и в три раза дешевле. Чем ли это невозможность взять игрушку для вашего ребенка? И в вопросе общения игрушки стоят во главе угла. И можно сделать так, чтобы у вашего младшего корня все было круто и недорого. И куда бы мы приехали? О, то, что мы открываем. То, что мы открываем, я вам продемонстрирую. Вот замечательный баскетбольный мяч. Спалдинг. King of Couch. Теперь цена вот на этот вот мячик. Я просто такой же себе купил, своему сыну, в другом месте. Там я заплатил 1200. Такой же мячик, абсолютно такой же мячик здесь продается. Цена 420 рублей. Три раза дешевле. То бишь, на один тамошний мячик можно было бы себе купить и волейбольный мячик, и футбольный мячик, и баскетбольный мячик. Да? То бишь, и для детей здесь тоже хорошо работают. Конечно, это не настолько круто, но тем не менее. То есть, все, что нужно, берется здесь. Вот так вот, вот так вот, с первого захода, с первого захода я прям попал. То бишь, хорошо, такую штуку прикрутили где-нибудь, ну или на гараже, или рядом с домом, и ребенок уже начинает работать. И показывать вам, что и маленький ребенок стал серьезным, большим человеком. А? Круто? Хм, ценники тоже, 300 рублей. Ну и 250, чуть меньше. К слову, лето это круто. И мячик никуда не отвалится, и вообще. Наши-то мячи для лета, зимой тоже, но для этого павильоны большие нужны. А летом легко, футбол на траве, баскет на асфальте, для волейбола сетка нужна. Но не платите деньги, потому что здесь все дешевле. Мы работаем и показываем вам инерционный танк. К слову, о цене вопроса. Цена вопроса вот этого танка, это всего 180 рублей. Помните, я вам говорил, что здесь можно купить себе вещь и за 150 рублей в том числе? Ну, чуть-чуть больше вы переплатите. Зато если у вас ребенок умеет летать, ну это вообще круто. Это чистые самолеты. И цена 270 рублей. Да радость какая-то просто. То бишь мы же вам сказали про цены. То есть дешевле вы не найдете. Есть, конечно, здесь и максимальные ценники, только это за электромобили. Вообще-то и надо делать, потому что максимум через 20 лет мы все пересядем на электро. Но с другой стороны, электро и есть электро, но и про мышицы забывать не надо. Тоже, кстати, совсем недорого. Если кто-то захочет накачать свои мышицы, то здесь, конечно, не по 20 килограмм, но и на полтора килограмма, если ребенок начнет качаться, все в порядке будет. И мускулы будут тоже. Ого-госи. Вот. Теперь про другую штуку. Это роликовые коньки. Они обыкновенно есть, роликовые коньки. А есть к роликовым конькам еще и всякие примочки. Шапочка, накоренники и сами роликовые коньки. Так, насчет цены вопроса. Насчет цены вопроса 1750 и 1980. Чего бы не взять-то? Ну, я-то взял. В этом сезоне мы с сыном и покатаемся. Другой вариант. Музыка. То бишь, киндер должен и тянуться, и музыкой заниматься. Вопрос к моему сыну. Я ему купил очень хороший синтезатор. Почему мой сын до сих пор не играет на этом синтезаторе? Вопрос именно к нему. Потому что, извините, если бы мне в свое время подарили синтезатор, я бы тоже на нем работал. А так, извините, у меня был Рояль. Или Фортепьяно. Не помню. Не такой большой. Но, тем не менее, перетащить это была такая трагедия. То есть, 8 человек надо, чтобы каким-то образом сдвинуть. И стояла у мамы, естественно. Поэтому я и не мог ничего сделать. А у сына вот замечательный синтезатор. Чуть меньше и чуть дешевле. Вот здесь есть на втором этаже. В смысле, чуть выше, естественно. Чуть ниже, пожалуйста. И так, чтобы красоту навести. Цена вопрос. Опять же, никаких больших денег это все не стоит. Абсолютно. Велосипедах здесь много. Много разных. И, по сути, то, что для вас и доктор прописал. То есть, мелкие бота могут. И чуть больше, и дальше, и больше. Теперь мы говорим о вещах, на которых, в принципе, легко катаются те, ну, кому сейчас, ну, лет 15. То есть, они ездят на горных велосипедах. Есть здесь и горный велосипед. Вот он стоит. Вот. Цена вопрос 7500 рублей. Но в свое время, в детстве, мы как-то говорили. Есть, была такая штука, по крайней мере, у меня. Это называлось Кама. И чуть больше. И чуть больше. Это вот Аист. Вот нормальный Аист. Недорогой, кстати. Красавец просто. А вот она, Супер Кама. То есть, в принципе, в принципе, если такую штуку себе купить, то можно ездить и тогда, когда вы стали чуть больше возраста, чем ваш ребенок. То есть, вот он сейчас катается, но, в принципе, на своей камне, если бы меня никто не разобрал, я бы сейчас бы ездил. Наконец-таки лето наступило. Какое счастье то. Можно детям много чего подарить. Количество игрушков здесь таких, большое количество. То бишь, детишки, в конце концов, попросите маму и папу купить себе. И давайте устраивать то, что нужно для вас. Потому что это для лета. Естественно. А вот я про это и говорю. Про то, что либо папа, либо мама начинает работать с сыном. С детства помню. Конструктор. Мы из него делали космические корабли. Время-то было другое. Сейчас есть обыкновенные пластиковые конструктора. И, по сути, я сыну собрал космическую станцию из ничего. Ну, смотрите, модель в коллекцию. Но не в коллекцию же дома. Это, походу, мания какая-то. Да, 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 да. Да. То есть вы, кого сейчас видите? Вы видите человека, подсевшего на лего. Сына, ты где? Так вот, сын меня подсадил на это самое лего. Я как-то думал, что я здесь все собрал. Но, оказывается, я здесь не все собрал. Потому что здесь очень много тех вещей, которых вы можете собирать и вообще. То есть вы хотели что-то сконструировать. Так я вам говорю, приезжайте в магазин «Нарион». И вместе с ребенком тоже что-то конструируйте. Потому что, обратите внимание, сколько здесь лего. По сути, нам надо сказать спасибо Китаю. Два миллиарда человек дело свое знают. По сути, спасибо Белоруссии. Там многое, что собирается, это тоже коммунизм. Да и спасибо России, мы не все кинули. А теперь спасибо «Ориону». Потому что, где вы все это могли купить бы, если бы не здесь? Ну а где-то? Да там же, где и всегда. Магазин «Орион», по-моему, знают все. Теперь количество. По сути, я вам сегодня продемонстрировал, да? То есть, в принципе, вы можете себе взять игрушку и за 150 рублей. А можете и за чуть больше. То бишь, давайте просто поделим, сколько вы денег на себя тратите, да? Я рекомендую деньги на себя не тратьте вообще. Потому что есть же ребенок. Потому что ребенок – это ваш смысл, ваша жизнь. И чем чаще у него будет все хорошо, тем будет лучше для вас. Поэтому, господа, в преддверии летних каникул вы уж подумайте о том, что и для вашего ребенка вы должны сделать что-то очень сильно хорошее. Спасибо.